По улице Крайняя 11 детская площадка была с момента строительства дома. Игровой комплекс всегда пользовался популярностью у местной детворы. Советские качели постепенно вышли из строя, а земля на площадке в непогоду превращалась в грязь. Подрядчик убрал старые игровые конструкции, оставил только те качели, которые находятся в хорошем состоянии. Их перенесут подальше от инженерных сетей и, соблюдая все требования, построят новые игровой и спортивные комплексы. Жители 11 дома следят за ходом работ по благоустройству площадки. Инженерные сети запретили, потому что проходят очень близко трубы отопительные. Могут и лопнуть, и могут и горячая вода полиции, и детей может обдать. Поэтому решили немножко отойти от этих труб и сделать в середине спортивную площадку. Ну там будут обновления, там будут новые тренажеры, новые качели еще нам поставят, беседку поставят нам. Так что, ну мы довольны. Сотрудники подрядной организации готовят грунт для укладки асфальта и специального антитравматического покрытия на детской площадке. Параллельно идет обустройство тротуара. Здесь укладывают щебень, после чего установят бордюр. По словам подрядчика, работы идут с опережением графика. За две недели специалисты выполнили 20% работ. Сделаем тротуарную дорожку, потому что у нас привязка идет. То есть детская площадка будет привязана к дорожке. Сначала сделаем тротуарную дорожку, потом детскую площадку. Если погодные условия не используют, то мы в течение двух недель, я думаю, мы закончим эту работу. В дальнейшем уже будем строить детскую площадку рядом с этой тротуарной дорожкой. Благоустраивают детскую и спортивную площадки по федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Жители 11-го дома подали заявку на участие, а потом помогали в разработке дизайн проекта. Естественно, учитывалось мнение жителей, то, что они хотят. Сначала мы тут собирались площадку спортивную делать, ворота футбольные. Потом жители пришли к нам, сказали, давайте мы хотим тренажеры, больше хотим в этом направлении. И поэтому переиграли чуть-чуть заявку. Все работы подрядчик планирует завершить до 31 августа. По федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» в Красноглинском районе Самары благоустроят еще четыре двора. Елена Малютина, Максим Гусев. События.